Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. В этот день, возлюбленные все братья и сестры, любовь приводит нас к Раму Божию для того, чтобы почтить преблагословенную Владычницу Богородицу. Потому что сегодня благоволение Божие предображение. Что это значит на церковнославянском языке? Предображение Божественного благоволения. Предображение это как бы предобраз. То, что предображает, показывает, каково будет благоволение Бога человечества. И это благоволение Бога человечеству начинается в праздник Рождества Пресвятой Владычницы Богородицы. Именно в этот день, в Рождество Богородицы, дают обещания святые праведные многоотцы Иоаким и Анна, что посвятят ребенка, которого им пошлет Господь, Бог. И вот Богородица, долгожданный ребенок, которая увидела мир, когда ее маме, Святой Праматери Грестовой, праведной Анне, было 72 года, а праведный Иоаким был еще старше, они обещают посвятить ребенка Богу. И обещание свое они исполняют и в трехгодичном возрасте приводят причистую Богородицу в храм Иерусалимский. И первосвященник Захария, движимый Божественным Духом, принимает у 75-летней матери ее единственного ребенка. И вводимый Духом Святым, Захария вводит девочку во Святая Святых. Нужно сказать, дорогие братья и сестры, что храм Иерусалимский пережил разорение. И этот период после Вавилонского плена, он был периодом, когда Ковчега Завета в храме не находилась. И сама Богородица становится Ковчегом Завета, хиотом Божества и сокровищем Божественной славы. Уникальным является тот случай, что первосвященник вводит девочку в то место, куда заходил только первосвященник. И то раз в год. Это сейчас у нас период Нового Завета, период торжества церковного. У нас есть притвор, нем, основная часть храма, или еще можно назвать сердилище, и алтарь Святая Святых. В алтаре сейчас священно действуют архиереи, священники, диакона, и присутствуют и сослужат и церковнослужители. Но в Ветхом Завете было не так. В Ветхом Завете первосвященник заходил один раз в год для того, чтобы окропить Ковчег Завета жертвенной кровью. И больше не было позволения входить даже первосвященнику. Первосвященник, это как по-нашему владыка архиерий. Вот в Ветхом Завете владыка мог зайти один раз в год во Святая Святых. Остальное подосудование совершалось в святилище. И в святилище, где были целые предложения, например, могли заходить только первосвященники, священники и левиты. Левиты – это аналог у нас сейчас диакона. Но люди в святилище молиться не могли. И они молились во дворе храма. Сейчас двором храма у нас, ну, как бы, как аналог двора храма – притвор. И в христианской дисциплине притвор – это место, которое либо предназначалось для кающихся, либо в котором совершаются моления перед тем, как вернуться в полноте церковной жизни. И вот маленькая девочка, приведенная в храм престарелыми святой жизнью родителями, ходит по ступеням. И это удивительный случай, потому что ступени Иерусалимского храма были довольно высокими. И как забраться без посторонней помощи Бога Траковицы – это до сих пор предание является удивительным моментом. И вот, что для нас этот праздник, что для нас православных христиан – это предображение божественного благоволения. Прежде всего, в храме Божьем ясная преснодева является, и Христа всем предвозвещает. И богослужение также уже предвозвещает пришествие Христа в мир. Мы на богослужении слышим Ирмаса на празднике, на утреннем богослужении, на бдень. И мы слышим рождественские песнопения «Христос рождается с рящами», то есть встречается. И есть благочестивая традиция, вот в семинариях духовных с этого дня начинают распевать колядки после вечерних молитв. Есть благочестивая традиция с этого дня готовиться уже к Рождеству и прославлять Христа всеми силами. И вот для нас праздник «Введение в храм» – это праздник, который является исполнением обещания данного Богу. Очень часто бывает, мы находимся в каких-то тяжелых обстоятельствах и обещаем Богу в молитве «Как только совершится то, о чем я прошу, я сразу буду менять свою жизнь, буду жить благочестиво и так далее». Но Господь не медлит с исполнением прошения и совершается просимое нами, Господь посылает Свою милость и благодать, но мы как жили, так и продолжаем жить. И Аким и Анна, слава Богу, поступили и нас. Они исполнили обещания данного Богу и единственного ребенка всецело посвятили Богу. Богородица готовится к тайне Богоматеринства, а весь мир вготавливается к тайне Боговоплощения, которое было бы невозможно, если бы и Аким и Анна не посвятили по своей воле ребенка Богу, и если бы Богородица в момент благоречения в том же Иерусалимском храме, где ее оберегал святой Архангель Божий Гавриил, не искала бы причистую одежду своей души, став честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафимов. Этот праздник, это праздник детей, потому что Богородица является примером тому, как приводить детей в храм Божий. Этот праздник, это праздник и для взрослых, и для родителей, потому что и Аким, и Анна показывают, как необходимо исполнять волю Божией, прививать со смиренным мудрием любовь к Божественному Дому. И этот праздник является как бы плавенствующим праздником монашествующим, потому что можно сказать, что Богородица с момента посвящения ее Богу, с момента вручения на всецелое притечение в Иерусалимском храме Богородицей Господа, с этого момента начинается служение Богородицы, как первоиноги. И этот праздник особенно чтится в женских монастырях. И в этом святом храме этот праздник со временем обретет более торжественное значение, я уверен, потому что промыслом Божиим, созидаясь обидеть в честь преблагословенной Бодычицы Богородицы, призывает на это место великую благодать. Монахи всецело посвящают себя Богу, и Богородица является примером этого посвящения. Как послужить Богу любовью, верой, чистотой, целомудрием и самоотверженными трудами. Богородица стала избранным сосудом человечества для Бога воплощения. Блаженный Иероним Стридонский говорит о том, когда ему задавали вопрос, как проводила Богородица свое детство, и как проводила она время в храме Божьем в Иерусалиме. Он отвечает, это ведомо лишь самому Господу и Архангелу Галаилу, который соблюдал ее святость и уготавливал ее в тайне Бога воплощения. Богородица является сокровищем Божественной славы. Она является Царицей Неба и Земли и предуготавливает всех нас к тому, чтобы предвосхитить Божественное Царство. Будем сегодня уповать на то, что Царица Неба и Земли не оставит нас своей милостью и исполнит радостью наших сердцах. Для того, чтобы мы искали богосветную одежду своей души и в этих ризах достойно встретили Спасителя Мира, который произойдет из ее члесла. И пусть Богородица и Матерь Света благословит каждое верующее сердце миром, радостью, добрым здравием и силами, чтобы восхвалять при единого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа один. Спасибо.